Всем большой привет! Сегодня будет итоговое видео Project PENSA 2023 год. И девочки, могу сказать, что я реально довольна этим годом, потому что вы сами в конце видео увидите, что очень много продуктов у меня получилось закончить именно в Project, и это не считает то, что у меня еще заканчивалось не Project. Отдельное видео, как уже говорила, когда снимала пустые баночки, будет вся декоративка и парфюмы, которые у меня получилось закончить в этом году, обобщенно так. Ну а сейчас я хотела, наверное, сначала показать все продукты, которые у меня не получилось закончить, но есть какие-то результаты, да, потому что я не снимала апдейт, мне кажется, уже 2 месяца. Да, с последнего апдейта где-то 2 месяца прошло. Потом в конце я вам покажу пустые баночки, которые у меня получилось за эти 2 месяца закончить, и обобщенно полностью, сколько же продуктов у меня получилось завершить, сколько декоративки за этот Project PENSA. Давайте мы пойдем с конца, обычно я всегда с лица начинаю, а тут хочу начать, наверное, с глаз, с губ, и потом уже к лицу перейдем. Сразу покажу вам 2 карандаша вместе, один от Santa Nature Cosmetic и NYX Professional Makeup. Вот этот карандаш я в основном использовала на водную линию, поэтому здесь расход небольшой. Делала, конечно, еще и стрелочки. Карандаш классный, мне безумно нравится на водной, именно нижней водной линии этот карандаш использую, потому что более выразительными глаза становятся. И как подводка отличная, вообще этот карандаш оказался классным, он не растекается, не опечатывается целый день, держится классный, классный карандаш. Результатов тут мы не увидим, поэтому, наверное, на них я и фотографии не буду вставлять, они практически полные, можно сказать. Потом от Santa Nature Cosmetics это вот такой вот серый карандаш, который я использовала в основном как стрелочку. Понимаете, что такая серая стрелка не всегда со всеми макияжами удачно смотрится, поэтому тоже не так много использовала. Но, тем не менее, очень рада, что взяла их в проект. Мне кажется, я эти карандаши уже взяла, не помню когда, то есть они не с начала проекта. Кто наблюдал постоянно за моим проектом, я периодически добавляла какие-то новые продукты, потому что что-то заканчивалось. И уже, ну, чтобы и мне интереснее было чем-то новым пользоваться, и чтобы вам тоже интересно было смотреть, я брала другие продукты. Далее осталось у меня два карандаша. Во-первых, L'Oreal. Я уже не раз говорила про этот карандаш, насколько он нескончаемый. Но, тем не менее, вот такие вот результаты, мне кажется, не знаю, карандаша может быть столько было. Не могу сказать, надо на фотографии смотреть. Это очень пигментированный оттенок. Я не знаю, в один месяц, мне кажется, я один раз поточила этот карандаш и все. Он у меня не заканчивался, то есть грифель не нужно было по новой, по новой точить, как бывает от некоторых других карандашов. Но не в этом случае. Этот карандаш реально очень пигментированный. Очень пигментированный, но по стойкости слабоват. Слабоват, конечно, по стойкости. Тем не менее, я рада, что взяла этот карандаш. Я его тоже взяла чуть попозже, а не в начале проекта. И вот такие вот результаты. Пусть этот карандаш останется, я его на следующий проект 2024 не буду брать, потому что некоторые продукты, которые я вам сегодня покажу, я хочу взять в следующий проект, дабы закончить. Потому что некоторых реально очень-очень мало осталось. Самые неудачные. Давайте... А нет, помады я забыла вам показать. Хотела уже к лицу перейти. Помады. Следующая помада от Rimmel или Revlon. Постоянно забываю. Revlon. Очень красивый оттенок, который подходит и на лето, и на зиму, вот в это время года, когда красные помады хорошо идут. Но это очень легкий оттенок. Вот можете видеть. Такого алого цвета, наверное. У меня не получилось закончить эту помаду. Ну, вот такие вот результаты. Потому что в начале, мне кажется, вот где-то вот столько было этого продукта. Где-то половину получилось закончить. Далее помада от Avon. Вот их линейка более дешевая. Тренд или что-то так называется, не помню. Этот цвет у меня Nude Pink. Это реально нюдовый, розовый. Ну, не сказала бы, что барбишный. Приглушенно-розовый, но на самом деле на губах-то как-то, знаете, размыто-розово смотрится, что ли. Давайте тоже сводч сделаю. Вот такой вот оттенок. Конечно же, я самостоятельно эту помаду не могу носить, потому что у меня сразу губы теряются. И всегда использую контур. Ну, в принципе, я всегда контуром пользуюсь для губ. Вот такие тут результаты. Вот эту помаду я возьму в следующий Project Pen. И другую помаду я тоже возьму в Project Pen, потому что там тоже, смотрите, совсем мало осталось. Прям чуть-чуть. Что здесь? Тоже Avon. Не помню, какая линейка. Очень красивый оттенок, кстати. Какао Kisses. И этот цвет классно подходил вот с этим вот карандашом от L'Oreal. Ну, они хорошо вместе шли. Вот такой вот оттенок. Вот эта вот помада по качеству мне не очень. Это мне понравилось. Вот это не очень, как будто бы губки не то чтобы сушились, а много шелушений появлялось после этой помады. Как-то губы не совсем комфортно себя ощущали. То есть не то чтобы был дискомфорт какой-то при носке, но чувствовалось вот это вот много шелушений появлялось на губах. Губки какие-то неровные постоянно были с этой помадой. И вот что я примятила. Значит, вот эта вот линейка для моих куб конкретно не подошла. Так, с помадами. Нет, не закончили. Хотела сказать, закончили. Ой, вот эта вот помада от Yves Saint Laurent. Не знаю, какой номер. Девочки, даже не буду показывать. Вроде красивый оттенок. Я вам говорила, что этот цвет меня старит. И в какой-то момент, я уже, девочки, не помню, в какой момент эта помада более-менее лучше начала смотреться. Наверное, после отпуска, когда я чуть-чуть подзагорела, эта помада уже по-другому немножко смотрелась. А когда у меня светлый оттенок кожи, реально помада старела. Как-то инородно, что ли, на моем лице смотрелось. Не знаю даже, как объяснить. Но вот такие вот тут результаты. Это миниатюрка помады. Качество Yves Saint Laurent помад мне абсолютно не понравилось. Далее, продукты для лица. У меня одна зрительница постоянно спрашивала, а где же бронзер от Milk Makeup. Вот он, бронзер от Milk Makeup. Вот упаковочка от этого бронзера. Я вам говорила, что хотела вытащить и посмотреть, сколько здесь средства. И потом уже назад не смогла закрутить. Поэтому мне пришлось переложить этот бронзер в упаковку. Мне кажется, в прошлом году я закончила пудру от L'Oreal. И вот сюда вот переложила. Сначала у меня неплохие результаты были, но в какой-то момент я перестала его использовать. И решила, что этот бронзер, я знаете, что сделаю? Я его закину просто в косметичку. И этот бронзер постоянно у меня будет, потому что у меня в коллекции только один бронзер кремовый. И будет лежать. И когда я буду вспоминать, или когда мне захочется кремовыми продуктами пользоваться, я буду доставать этот бронзер. Откуда у меня карандаш полетел? Так, я про этот карандаш вам сказала, нет? А, девочки, я пропустила про этот карандаш, да? Вот от NYX тоже взяла и никак не пошло дело. Не использовала ни разу. Потому что оттенок, смотрите, очень светлый. Очень светлый. Вот этот карандаш и вот эту помаду нанести, все. Губы мертвецкие будут. Пудра от Revolution. Мне кажется, тут должны быть какие-то результаты. Я немножко использовала за эти последние два месяца эту пудру. Вот такая вот тут дырочка. Я вам уже не раз говорила, она мне не подошла, к сожалению, для моего типа кожи. Лицо каким-то застаренным смотрится к концу дня, лицо вообще никакующее. Короче, мне эта пудра не понравилась. Буду использовать только на лоб, как, в принципе, я это и делала. Хотя несколько раз за эти два месяца я полностью на лицо наносила, но не для работы. Просто вот когда в центр ездила, тоже наносила, потому что знала, что не так долго буду там в центре, да? Поэтому домой приедешь, никто не увидит лицо, можно сказать. Вот, короче, пудра не подошла. Но буду заканчивать. В следующий проект я не буду брать эту пудру, мне интересно. Но когда буду собирать косметички, конечно же, буду добавлять. Или также, может быть, как и с кремовым бронзером, я оставлю эту пудру в косметичке и постоянно буду припудривать лоб с этой пудрой. И тогда она у меня закончится. Далее, румяна. Румяна от Essence, девочки. 5 грамм, казалось бы. Я думала, хотя бы до донышка дойду. Но сейчас я вам покажу. Мне кажется, там малюсенькое донышко видно. Но не получилось. Оказалось, столько здесь продукта. Вот смотрите. Видите, вон там вот просвет малюсенький. Все-таки, все-таки. Я увидела донышко, мне кажется. Вот прям малюсенький, надеюсь, вы видите. Обычно продукты от Essence, пудровые такие, очень быстро идут. Но не с этими румянами. Я-то специально взяла эти румяна, зная, что такие сухие продукты у Essence можно закончить быстро. Даже у меня бронзер всегда очень быстро идет. Вот этот 15-граммовый. У них знаменитый и один из моих любимых бронзеров. А вот с румянами нет. Может из-за того, что они достаточно пигментированные. Не знаю. Но оттенок очень красивый. Оттенок очень красивый. Далее. Я уже думала, что это будет пустой продукт. Но нет, чуть-чуть не получила закончить. Но тем не менее, я этот бронзер пока оставлю в косметичке. И на следующий год я уже закончу этот бронзер от Catrice. Крышечка уже давно сломалась. У меня есть в запасах этот бронзер. Потому что он мне нравится. Очень классный бронзер. И да, я считаю, что это пустая баночка уже. Но тем не менее, тем не менее. Будет пустой баночкой к следующему году, наверное. Нет, я закончу его и не буду уже в следующем году. В конце следующего года я имею в виду показывать, что это пустая баночка. Нет, буду считать, что в этом году этот бронзер закончила. И у меня остались два тона. Один от Rimmel. Посмотрите, сколько осталось всего этого продукта. Совсем мало. А было? Было, мне кажется, прям этот. Полненькое, если не ошибаюсь. Но на картинке сможем с вами увидеть. Тоже думала, что я закончу эту тональную основу. Но не получилось. Ничего страшного. Не получилось. Но там совсем мало. Поэтому потом потихонечку закончу. Ну и BB крем от Миша уже не раз говорила. Любовь, не любовь с этим BB кремом. Тут реально очень мало. Я даже не стиснула перед съемками. Здесь можно воздух немножко выпустить. И мне кажется, вот столько где-то этого BB крема. Также на начало следующего года пару месяцев использовать эти тональные основы. BB крем и тональные основы. То я думаю, что они у меня быстро уйдут. Ну что, это все продукты, я надеюсь, ничего не забыла. Которые у меня не получилось закончить. Но хорошие результаты, хорошие результаты. И теперь покажу вам ту декоративку, которая у меня закончилась за эти пару месяцев. И в конце добавлю все, что у меня закончилось за целый Project Pen. Итак, тадам! Сразу вместе все покажу. Первое. Я закончила корректирующий крем для лица от Dr. Jart. Tiger Grass Color Correcting Treatment. Знаете, я ничего не поняла с этого продукта. Я использовала просто как дополнительный уход на лицо, можно сказать. Корректировала, не корректировала. Ничего не видно было. Девочки некоторые советовали использовать самостоятельно. Потому что при соприкосновении с кожей этот продукт делает тинт такой на лице. Но не для меня. Потому что у меня кожа не такая светлая. Этот тинт получается светлый. И у меня лицо как-то неживо выглядело. Короче, вот. Закончила. Главное, закончила. И, говорю же, использовала как просто дополнительный уход. И сверху наносила, естественно, тональную основу. Далее закончила. Той же. Это тинт. Увлажняющий тинт от Origins. Вот. Там чуть-чуть есть, но я уже не буду. Там, мне кажется, на целое лицо даже не хватит. Этот продукт мне понравился. Здесь SPF 40. И мне кажется, хорошо было бы его приобрести к лету. Реально настолько классно увлажнение дает лицу. Что еще хотела сказать. Да. Это вроде и увлажняющее средство. Но при этом дает тинт вашему лицу. И, соответственно, выравнивает тон кожи. Два в одном. Два в одном. Очень-очень-очень понравился. Далее, наконец-то, я закончила консилер от Urban Decay. Он очень пигментированный. Нужно совсем было немножко на зону под глазами. И я думала, вообще я его не закончу. Мне кажется, там еще немножко на донышке есть этот консилер. Но когда я с кисточкой начала доставать из донышка, я поняла, что на донышке уже более суховатый консилер. Из-за этого я поняла, что дальше нет смысла использовать. Считаю это уже законченным продуктом. Считаю законченным продуктом. Видите, и по стеночкам все соскребла сколько могла. Этот консилер тоже иногда мне нравился, иногда не нравился. Но вот в последнее время очень так сухо смотрела с под зоной под глазами. Я думаю, что туда уже много раз воздух попадал. Потому что всегда открывайте, закрывайте, понятное дело. Далее закончила блеск для губ от Essence. Я люблю блески от Essence, но не в этом случае, потому что здесь достаточно ощутимые блесточки были. Но очень красивые губки. Как будто более пухлые, что ли, губки становились с этим блеском. Тоже, мне кажется, рассказывала. На момент вот столько, на момент начала этого блеска вот столько его было. И вот закончила. Там тоже на донышке что-то есть. Но я считаю, что это уже законченный продукт. Далее я закончила мой любимый оттенок от Avon Fairy Red. Вообще, любимая линейка от Avon была, которую вывели уже давно с производства. Все. Я эту помаду закончила. И видите, я пыталась там с пальчиком ковыряться. Но поняла, что у меня не получается равномерно нанести эту помаду. Как будто бы она уже к концу стала, знаете, нежидкая. Я много раз вот так вот пальчиком набирала, выравнила. Возможно, мне нужно пальцем наносить. Короче, не знаю, как вам объяснить. Просветы какие-то были. То есть, неравномерно помада уже ложилась. Ну, считайте, я не знаю, сколько лет этой помаде. Она пахнет точно так же, когда я только купила эту помаду. А это было, даже не буду говорить, девочки, реально, это было давно, лет 7-8 тому назад. Представляете, этой помаде лет 7 или 8. А имеет аромат точно такой же, какой был, когда я ее купила. Ну, а теперь пройдемся по всем продуктам, которые у меня получилось закончить в этом году. Про какие-то я смогу, наверное, рассказать, про какие-то не очень. Во-первых, карандаши для губ. Карандаш для губ от Манхэттен. Оттенок я уже не помню. Потом карандаш для губ от Сифора. Вот, все. Это, кстати, туда, мне кажется, грифель утопает. Видите, грифель утопает. Смотрите, какая малютка. Такие интересные карандаши становятся такими малюточками, когда вы заканчиваете. Потом карандаш, который я получала в Блиссим, тоже он у меня утонул. Я не знаю, почему в этом году у меня карандаши грифели именно утопали туда, внутрь. Когда я пыталась контур сделать, да, не утопали. Ну и потом, что там, ковыряться-то нечего ковыряться. Очень классный карандаш-помада была. Карандаш-помада, я даже не помню название этого карандаша. Далее закончила карандаш от Avon Glimmer Stick. Отличный оттенок. И могу сказать, супер-классные карандаши для подводки. Не растекаются, целый день держатся. Вот у меня еще чуть-чуть вроде как есть тут. Вот, смотрите. Рисует классно, мягенькие. Одно удовольствие было пользоваться, как я помню. Этим карандашом, и как-то я реально его быстро, получается, закончила в этом году. Как-то вот не помню, когда же я закончила этот карандаш. Ну вот и я в основном, как помню, стрелочки делала этим карандашом. Тоже серии Extra Lasting от Avon. Вот такая вот розовая помада, которая мне абсолютно не нравилась. Она, ну видите, с этим сияющим финишем не особо подходила. Но, конечно же, я подход находила, использовала какой-то карандаш для губ, который сочетался с этим оттенком. И нормально было носить эту помаду. А самостоятельно нет, конечно, самостоятельно. Губки тоже теряются с этим оттенком. Далее закончила от Art Deco. Нюдовый оттенок помады. Самостоятельно тоже не могу носить эту помаду. У меня, кстати, есть в запасах эта помада. Чисто случайно. В Токамакс покупала. И тут я, когда во второй раз поехала, увидела снова цвет такой от Art Deco. Нюдовый, то, что я люблю, и схватила. А потом поняла, что у меня есть еще такая помада дома. Короче, мне формулы этих помад от Art Deco не нравятся. Я вам уже говорила. Они стойкие, быстро съедаются с губ. И еще что-то, мне кажется, там не нравилось. Я сейчас уже не вспомню. Главное, закончила. Главное, закончила. Вижу, что у меня достаточно много помад в этом году. Ну, не прям сильно много. Ну, нормально, мне кажется. Три помады. Вот эти еще две у меня получаются на подходе. Один блеск. Точнее, два блеска. Вот это вот блеск масла от Nars. Оно мне очень понравилось. Как я помню, вам тоже рассказывала. Реально, оно мне очень понравилось. Я даже хотела приобрести полную версию этого масла. Но, если не ошибаюсь, я не нашла. Далее осталось только продукты для лица. Я закончила два праймера от Revolution Prime Bright. Вот, мне кажется, вот здесь вот эта отметочка была. И да, нет этого праймера. Не впечатлилась, как я помню, этим праймером. И следующий праймер. Это от Essence. Начинала вот с этой отметки и полностью закончила. Это моя вторая баночка, да. Второй бутылек, который я закончила с арбузиком. Glow Serum Primer. Очень, девочки, советую, кому нужно дополнительное увлажнение. Потому что это реально классный праймер увлажняющий. Я вот поэтому второй раз купила. И мне, честно говоря, хочется еще приобрести. Потому что, не знаю, классный, классный увлажняющий праймер. И кожа личика такая приятная. На ощупь становится и аромат приятненький. Химический арбузик, но все равно приятный. То есть, он не отталкивающий. Так что, обратите внимание, я вам уже не раз говорила про этот праймер. Для дополнительного увлажнения перед макияжем. Далее, закончила от MAC Fix Plus Matte. Вы знаете, я посмотрела в отзывах на этот фиксирующий спрей. И у всех, ну не у всех, у большинства была проблема с дозатором. Помните, я отсюда выливала, ну купила специальный бутылечек в виде спрея для того, чтобы использовать. Потому что вот этот вот дозатор распыление просто струей давал. И поэтому мне приходилось вот так вот выкручиваться. Но закончила, закончила я этот фиксирующий спрей. Ну и последнее я закончила. Два CC крема от It Cosmetics. Обе они миниатюрки. Одна побольше, здесь 12 мл, да. А здесь 4 мл. Получается 16 мл CC крема я закончила. Опять-таки же, не помню, понравился мне этот CC крем или нет. Как я помню, раньше мне этот CC крем нравился. Единственное, этот CC крем нужно наносить на менее увлажненное лицо, как бы это странно не звучало. Потому что этот CC крем уже содержит в себе ухаживающие компоненты. И если у вас предварительно супер увлажненная кожа, то этот CC крем начинает расплываться на лице. Поэтому надо было минимальный уход делать с этим CC кремом. Вот что я помню, девочки. Вот что я помню. И тут тоже, видите, все закончила. Вот. Посмотрите, сколько всего продуктов. Сейчас я немножко вот так вот расставлю, и вы сможете сами увидеть. Реально очень много, на мой взгляд. Давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шесть, семнадцать единиц декоративной косметики за 2023 год. Плюс еще, конечно же, параллельно я заканчивала вне камеры какие-то, да какую-то декоративку. Это, как уже сказала, мы с вами посмотрим в следующем видео. Вся декоративка и парфюмы, которые получилось завершить. Ну что, девочки, на этом буду заканчивать. Мне кажется, отличные результаты, много декоративки. Всем спасибо за просмотр, и увидимся в следующих видео. Пока-пока.